в губы я с ним целоваться не буду вы какая вода как это занятно напился что ли венди здравствуйте нет я отрезв как никогда если только меня вашей красотой интересно я достал револьвер что ты вчера еще говоришь да и патроны зачем чтобы защитить вас венди конечно же но у меня есть карабин зачем не защита вы же сказали что вас ограбили бандиты украли 10 долларов поэтому и если мы с вами куда-нибудь пойдем я вас непременно я защищу тогда буду защищать себя звучит логично да почему не пью привет здравствуйте предпочитаю вести дела на трезвую голову а вы любите пить венди вас угостить да можешь хорошо что вы предпочитаете пить бренди люблю бренди отлично сэр можно пожалуйста бренди сожалению не хватает денег венди на бренди бурбон нет к сожалению тоже не хватает мне денег на бурбон может быть вы и по выпить и мою воду который я вам что подарил я еще вчера у меня осталась последняя бутылка маши и отдать за 30 центов могу отдать венди вам бутылка так дела не идут если ты хочешь найти себе женщину то ты должен давать и бесплатно я обдумаю это и с решением венди к вам дабы бери свою подружку не нужно платить мне нужно я не подписывалась чумасы что случилось в фрэнк где фрэнк видимо в конюшне не он был это я видела ходил возле офиса шрифтского зови фрэнк шрифтам рассказать к сожалению не узнал и не какой-то дураки пойдем со мной скажу что сказать нужно боб наш плац работал или и закрой рот и стой стражи коней хорошо я постражу коней те они они ушли смысле я его нашла они ушли в плане боб и дураки фрэнк это твои лошади они свиста был виду там было может давай ты кусок мне кажется прежде лошади нет просто не стоял здесь для дела или что или штук ты что заложен вообще телега я понять не могу ну если она ничья то сейчас быть моя да вы не давайте заберитесь на телегу и увидите телега хозяйки салона не сначала узнаем не сначала знаем чем и с ничьей то заберем разделим деньги пополам а вы зарабатываете преступным способом это не заступный способ если она никому не нужна ее можно отдать тому кому она нужна если ее запрягли значит она кому-то точно нужно откуда знаешь что я запрягли вдруг убили владельца и лошади просто в шоке убежали сюда а вот не думаю что это так и было да 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 в курсе сколько такая повозка примерно в аренду выйдет без понятия но таких лошадей сильных которые проведут вас почти на пол штата может выйти конечно но в долларов пенни фула мод месяц не стоит мне кажется долларов 50 это повозка будет стоить не то что ее аренды что за бред но я имел ввиду цену насчет аренды я не знаю может они сказали про аренду а я проценту потом а понимаешь я не занимаюсь аренды я понимаю сразу понимаю дать сразу продать если ты сразу продаешь сразу получаешь деньги зачем это аренды все верно аренда никому не нужно а ты хорошо знаком с нет не очень она достаточно грубая своевольно и большого самомнения а еще беда с башкой подержу смотрю на самом деле куда ехать на ней зачем нам нужная повозка ну я думаю 5 долларов вполне достаточно всего лишь 5 долларов это за что за день за час за 10 минут скорее за сутки или за сутки ну если как бы откажется давать на сутки знаешь тип разговор может быть и другим а для чего и моя повозка на хрена знает они что там к шрифу сейчас не знаю зачем мы здесь зачем здесь кто-то зазывал нас выйдет да они меня попросили тоже пойти но я не знаю для чего и куда сигарету не хочет объект тут плавишь то они ли я просто спрашиваю зачем я тогда здесь тебя точно позвали мне сказать о ней а хорошо вообще какого хрена не что-то кто-то говорит что мне делать черт возьми никто не должен вам указывать что делать венди вы должны делать только то что хотите поддерживаю слушай да ты просто чувак очевидность кстати уилл сигареты просто замечательные у тебя еще будет конечно два доллара уилл вам расскажет мы вам наверно венди не интересны эти сигареты это скорее что я думаю что стране интересны как бы он даму угостит правильно но вряд ли будет фрэнка тратить два доллара на эту сигарету чтобы вас угостить да фрэнк мне кажется он очень хочет у него какие-то вот мне кажется мысли вот все таки в голове мешается как пожизненная задолженность у меня просто нету двух долларов какая жалость что на сигаретам боюсь это вам будет неинтересно венди если я спросила наверно мне это интересно на черт возьми очень сильно действующие сигареты которые в них вы не пробовали точно своей жизни но это вряд ли вы попробовали бы их доллар 99 центов 99 до 1 99 1 доллар 99 цент не не давай 99 центов нет 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 я сказал один доллар 99 центов венди я бы купил бы тебя но нету денег понимаешь слушай да он торгаш еще тот мне кажется когда-то он провинится вот так же вот пусть стоит отчитывать серьезно отчитывать кого должен буду отчитывать и строка вас не отчитывать а отчитываться перед кем а это мы еще посмотрим хорошо венди 99 центов и поцелуй в губы да на куте есть доллар но у меня я могу поискать но в губы я с ним целоваться не буду давай фрэнк ищи вот 86 центов еще 13 центов 13 13 центов у меня будет давай ему 86 свой я уже передал держите сэр ну так что все верно сначала поцелуй потом сигарета хорошо хоть покажи что на тебя есть вот смотрите он тебя отсюда вы не видно он случайно не что ты снял фрэнк я не настолько первобытен это того стоило надеюсь сигарета понравится как ваш поцелуй мне да это не сдохнет детственником боюсь что уже не получится есть поедем с утреца на озеро так заберем воды мне есть трав добавим короче прокипятим добавим трав короче и будет продавать сколько у нас двух бочек то выйдет чаю до хрена а боб а у меня идея появилась может быть мы соберем воду добавим трав и добавим сахар у нас получится отличная сладкая вода ну так некоторые не пьют сладкая сладкая еще и жажда особо не утоляет но это будет все будут хотеть ее чем больше пить тем больше хотеть вы понимаете кто ее купит разумный человек подойдет скажет обычная вода слишком обычная сладкая вода это не обычная вода я про то что кто тебя кошки да что понимает не очень а у нас есть да да отдайте мне деньги тебе пока ничего не дать за воду какая вода так секунду дамы господа час там кто-то в конюшню подъехала да может быть затем под крышу не будем стоять мокнуть под этим и звездным небом в общем ой чем заключается твоя работа больше свою ядреную то воду продавать не будешь и будешь говорить что в салон завезли классную воду чай так и какая выгода мне от этого да денег мы тебе заплатим с продаж нет давайте деньги вперед я веду дела только по предоплате у нас даже этого чая нет какие деньги ну тогда давайте мы сделаем следующим образом вернемся к этому разговору чуть позже потому что мне к сожалению сейчас это неинтересно я не могу предположить какой выгода из этого поиме но вам это нужнее так понимаю нет она валентайн плевать а вам видимо он важен мне тоже плевать да хрен с ним с этим валентайном поехали сделаем чай будем продавать его людям заработаем кучу денег и ты сможешь не знаю не воду продавать подковы золотые 6 долларов и я помогу вам это всего доброго надеюсь выйдем поможет ты денег ты заработать хочешь или нет я не вижу как я могу здесь заработать деньги в этом случае помочь он будет сделать чай нет я продаю чистейшую воду из гор которую я привез давайте так мы сделаем чай что-то будет продавать городе что-то будешь продавать ты хорошо на вливаете как хотите тогда давайте набирать воду поедете вы а я как человек который будет продавать и у которой подвешенный язык будет ее продавать и заниматься каждый будет заниматься своим делом мэм мэм извините здравствуйте прошу вы можете мне можно вам оставлю свое ружье или лук в общем что они мне или не сохраню в этот и они не взамен на в общем не нужно какой-нибудь алкоголь раны обработать можно и недорогой просто мне денег совсем нет а я вам залог залог так сказать попросить я задумался что вы сказали говорю так ты продавать хочешь не набирать все верно а набирать кто будет я не знаю может быть вы в энди и дурите то есть мы привозим тебе чай как нам помогать в смысле вы сказали что я буду продавать его я могу не продавать я могу вам помочь набрать воду сделать чай но тогда вы мне заплатите сразу же деньги примете много у тебя воды купили всю раскупили а сколько было 10 бутылок если бутылок дурцы малойка свою проклятую воду кассетки распродал да за 50 центов сибирь может пускай то чай продает да пусть продает мне как бы тогда пускай продает только это самое ты хочешь приноси сколько это мелочи конечно я мы будем определим поскольку продавать и будем я могу поехать с вами но не набирать а просто охранять у меня есть револьвер я умею стрелять можно и так пойду пока а слушай дурцы похлеб как у тебя есть или нет ягоды нужны понял я ты дальше с магазин скажу знаете дурцы я вижу одну ягодку перед собой ты зараза еще получишь мясо то сожрал мое она гармошки не отыграл вчера была такая ситуация вы подождите прячьтесь прячьтесь кто-то по моему не на стрельбище как это занят на на стрельбище да отлично так вот я вчера ехал к вам и представляете увидел бандитов которые у меня украли весь мой груз с водой и я решил их преследовать но они оторвались и поэтому я приехал со только под утро сожалению не получилось за вас заехать на сегодня мы с вами сможем устроить вокально инструментальный ансамбль но ты смотри преть только сначала гармошка потом уж мяско хорошо договорились договорились добрый день добрый вечер точнее о здравствуйте скажите пожалуйста в этот вечер наверное вы очень устали помощник шерифом не хотели бы вы закурить сигарету и расслабиться слушайте а вы случаем не индейец нет конечно нет а индийский табак с лепестками цветов очень-очень-очень советую два доллара стоит два доллара сигарета да и сигару курю попробуйте эту сигарету и вы навсегда откажетесь от сигар знаете там одного помощника шерифа слепила от одной сигареты я как-то прискорбно с улицы беру сигареты так что я думаю мне стоит отказаться помощник шериф один из вас я сегодня видел он было здравие и он как раз покупала мне вчера сигарету можете спросить у него может быть мы как раз таки как раз таки он как но у него был странный эффект очень странный эффект и я лучше воздержусь понятно если бы хорошо максимально хорошо помощник шерифа удача я если что временно полномоченный шериф а прошу прощения прошу прощения да 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 слушай это мэйсон он же тебя да 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 а что не понравилось ну я бы сказал неожиданно но было весело я бы сказал как-то что-то даже вырвалось я не помню что сказал такой странный вот она еще продает хотите купить пока нет я не хочу сейчас расслабляться если войду в экстаз этот правильное дело так ладно хорошо работа в приоритете всего доброго всего доброго боб ну что когда мы двигаемся как солнце встанет как поесть понятно хорошо знаете что выбор будет проходить нет не слышал выборы шрифы будут проходить в течение недели а точнее в конце недели сейчас пока выбираются выбираются кандидаты а точнее выдвигается кандидатура с листом кандидата потом сможете это сказать ознакомиться мы оповестим всех кто будет здесь в городе услышали да 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 так вы меня тоже услышали да конечно отлично хорошего вам дня там не заблухайте хорошо кстати я из-за вас чуть дважды с вами не получил палец серьезно почему почему сэр но вот уважаемые люди с жетонами сказали что нельзя водить уже провалите нас уже не бывали этого и не охотник вот мне пришлось объясняться какая жалость сэр какая жалость хорошаясь я буду осмотрительный давая советы у нас тут намечается небольшая работа когда я вас как вас зовут я может быть вас найду чуть позже меня хантер хантер хорошо попробую хорошо в скором времени вас попробую найти боб скажите вы такой внушительный человек такой интересный в наружности скажите что вам интересно в жизни чем вы бы хотели заниматься я не знаю вы совсем не знаете хочется всего и помаленьку и не хочется ничего одновременно ничего себе может быть вам просто не хватает денег на это да и хрен его знает на какой черт мне эти деньги-то сдались ну чтобы поехать в другую страну может быть купить одежды купить женщину ну или хрена чтобы почувствовать себя живым боб да ну вот женщина что покупать берешь за волосы и тащишь а вы вот так поступаете это интересно и кого последний раз вы таскали за волосы дарите свою жену и где же она сейчас в гробу неудачно повеселились видимо да не то слово какая жалость надо бочку притащить игру я у меня зовут уилден лейни помоги городе бочку-то затащи помогите ей боб да я другую возьму сначала одну потом вторую боб я охраняю но не гружу мэм вы так загадочно стоите и уже не менее загадочно сидите вы больны всего доброго напиток лешего старая карга это не очень хорошо было